Моя жизнь от зависимости к свободе Что придумали писатели в названии книги От зависимости к свободе От какой зависимости уходил у нас Султан Назарбайев И к какой свободе он пришел Да, вероятнее всего он пришел к полной своей свободе А народ Казахстана он закабалил И народ сегодня, к сожалению, не свободен Но одно становится ясно и понятно Что эта книга написана группой специалистов и корректоров По изданию этой книги Они писали эту книгу не для людей моего поколения Поскольку люди моего поколения Прямо или косвенно были участниками событий На протяжении всего периода правления Султана Назарбаева И практически знали все подковерные игры Экс-президента Ну, Америку не открою Скажу, что Султан Назарбаев считал себя самым умным человеком И думал, что все окружающие его люди Не понимают того, что делал сам Султан Назарбаев Но он глубоко ошибался Все понимали, что творил Султан Назарбаев в Казахстане Албственность, жажда наживы Личное обогащение На фоне беднеющего народа Казахстана Ложь на каждом шагу Вот посмотрите, пожалуйста, один сюжет Почему все думают, что я всю жизнь хочу оставаться Так сказать, в таком ритме работать Наверное, железным просто надо быть Почему-то никто об этом не думает Никакой монархии никогда в Казахстане не будут Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут И никакой наследственности в Казахстане не будет Будет все, как написано в Конституции Там все сказано, продельно, ясно Мои полномочия до декабря 2000 года Сразу задаешься вопросом Можно ли верить этому человеку И можно ли хоть какой-то доступной степени Верить тому, что он или его писатели Написали в этом объемном труде Шлиф событий за Насултаном Назарбаевым Тянется с 1986 года, когда 6 февраля На 16 съезде Компартии Казахстана Насултан Назарбаев вдруг выступил с резкой критикой В адрес Первой Сферятской Компартии Казахстана Кунраева Дин Мухаммеда Ахмедовича Его подхватил Якин Аулебеков Который точно так же предсказывал критические замечания В адрес Кунраева И хотелось бы в этой книге, конечно, услышать Кто же благословил этих двух руководителей На критику всемогущегося в тот момент времени В Казахстане Первой Сферятской Компартии Дин Мухаммед Ахмедович Кунраева Я думаю, сам Насултан Назарбаев Никогда не решился без подсказки Кремля И хотелось бы понять и прочитать в этой книге Кто же дал указание Насултану Назарбаеву Выступить с такой критикой Ну, аппарат Центрального комитета партии Был еще настолько силен И на следующий день Дин Мухаммед Ахмедович Кунраев Был вновь избран Первой Сферятской Компартии Казахстана И тогда Насултан Назарбаев Выскочил на трибуну и сказал Уважаемый Дин Мухаммед Ахмедович Хоть я вчера вас и критиковал Но сегодня я проголосовал за вас Вот цинизм Затем события декабря 1986 года Много противоречивых мнений Было высказано по этому факту И сам Насултан Назарбаев Высказывался противоречиво То он возглавлял колонну То он вдруг обзывал их преступниками Бандитами Молодежь Казахстана Которые выступили Избивали милицию Но, как он высказал сам в этой книге Что провокации были совершены со стороны Министерства внутренних дел И Комитета национальной безопасности Больно началась именно после этих провокаций И здесь Насултан Назарбаев Не говорит той правдой, которая была В процессе расследования Проводимого диссидентом еще советского периода Карышалом Асановым Возник ряд вопросов Связанных с жизнью Насултана Назарбаева Ну, во-первых Место рождения Насултана Назарбаева Он вновь говорит, что он рожден был В местечке Ушконыр Затем переехал в село Чемалган Но по заявлению Карышала Асанова Он говорит, что Этот мальчик пришел в семью Абиша Назарбаева В возрасте 4-5 лет Возникает вопрос Почему Насултан Назарбаев Так хорошо учившийся в школе Не поступил дальше учиться в институт Как он сам выразился В одном из фильмов Что его готовы были принять Уже в институт гражданской авиации в Киев А он вдруг оказывается В техническом училище Города Днепродержинск Как это можно понять? Карышал Асанов обвинял Насултана Назарбаева В преступлении против своей одноклассницы А Насултан Назарбаев В своей книге Вновь ничего не говорит О том, что произошло В те далекие годы И возник вопрос Почему с этой балды Ибрагимов Это ближайший соратник был Насултана Назарбаева Заявлял о том Что тянул лямку За Насултана Назарбаева Отбывал наказание В местах не столь отдаленных За Насултана Назарбаева Но, к сожалению, он тоже ушел И отца Дариги Почему экс-президент не объявил О своей второй семье Он объявил свою молодую жену И двух сыновей Признал их своими И сказал, что Асель Он вступил в законный брак По мусульманским законам Признал своих детей Двух сыновей Женщина, которая родила ему Двух дочерей Гулинара Ракишева Он почему-то не признал И в этой книге Он ни слова не говорит Об этой женщине О тех двух дочерях Которые она родила ему В свои годы И вот эта неискренность Одних детей Сыновей он признал Асель Курманбайеву Он признал Гулинара Ракишева И двух дочерей Он не признает И в книге об этом Ни одним словом Он не обмогнулся Значит это явно книга Некорректная Не объективная Я об этике Этого вопроса Вообще не касаюсь Если говорить откровенно Что по законам Казахстана Многоженство у нас запрещено Как и многомужество А Нусултан Назарбаев Вел вот такой образ жизни Это еще раз говорит о том Что этот человек Просто непорядочен В бедличных делах Хотелось бы Прочитать И получить честное признание От Нусултана Назарбаева Но в этой книге Как мы видим Ничего этого нет Хотелось бы узнать Конкретно Кто помог Назарбаеву Игнорируя Установленные правила Продвижения По служебной лестнице Перескакивая Важные должности Должность первого Встреча от Компартии А он проскочил В должность Первого встреча от Компартии Затем заведующего Отделом ЦК Компартии Но в этой книге Он говорит о том Что это его Удачное выступление На секретаре ЦК В Москве И вот секретарь ЦК Заметил его И продвижение его Шло по линии Центрального комитета Компартии Советского Союза Но Нусултан Назарбаев В этой книге Кривит душой Его продвижение По службе Началось По рекомендации Кунаева Дима Мухаммеда Ахмедовича Когда Вся страна Строила Казахстанский магнит При строительстве Этого комбината Столкнулись С огромными Трудностями Когда отдельные Оборудования Предназначенные Для казахстанской Магнитки Нашли Аж на Дальнем Востоке Вот тогда Михаил Полторанин Был Спецкорреспондентом Газеты «Правда» По Казахстану И он написал Разгромную статью Где обличал Центральные органы Власти Москвы О том Что Отраслевые министерства Допускают Такие безобразия По строительству Казахстанской Магнитки Когда материал Был готов Полторанин пошел К первым Стрывам Обкова партии С просьбой Чтобы он подписал Этот документ В газету «Правда» Первый скидай отказался Отправил Ниже по инстанции Тогда отправили К директору Строящегося Комбината Который Порекомендовал Пойти К Нусултану Назарбаеву Который был Стрывом Порткома Комбинат Такой фразой Вот он Наверняка Подпишет Эту статью Полторанин Пришел К Нусултану Назарбаеву Провел Переговоры И при определенных Обстоятельствах Как сказал Полторанин Он подписал Эту статью И на следующий день В газете «Правда» Вышла Эта разгромная статья За подписью Нусултана Назарбаева Леонид Ильич Брежнев Позвонил Кунаеву И сказал Что вот какой У тебя порторг На этом комбинате Присмотрись к нему И в очередную поездку В Караганду Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев Обратил внимание На Нусултана Назарбаева И буквально В короткий промежуток Времени Он был избран Сегетарем Обкома партии В совершенно короткое время Нусултан Назарбаев Становится уже Вторым секретарем Обкома партии По рекомендации Опять же Протеже Дин Мухаммеда Ахмедовича Кунаева А в своей книге Нусултан Назарбаев Пишет Что Это вот Сегетариат В Москве Мне оказал Такое Внимание Взяли на заметку И продвигали Его по службе Что мое выступление Было очень удачным Но хочу отметить Что его выступление Написал ему Михаил Полторанин Как раз Он написал Знаменитое письмо С которым Ельцин выступил И архитиковал Михаила Горбачева И его супругу Раису Максимовну Я так говорю Специально для того Чтобы вы поняли Каков уровень И слог был У Михаила Полторанина Так вот Он подготовил Выступление Насултану Назарбаеву Созыва Был избран Как видим Там Назарбаев Руководил Этой группой Развернулись Дебаты Включился Административный Ресурс Эти люди Получили Команду От Султана Назарбаева Написать заявление О сложении Своих полномочий Депутатских Таких заявлений Набралось 174 Верховный Совет Принял решение О Самороспуске 12-го Созыва Что было Противоречием К действующей На тот момент Конституции 1993-го Года Которая Не предусматривала Самороспуска Парламента Но Султан Назарбаев Здесь нарушил Эту конституцию И в книге своей Мы тоже видим Как он Говорит Неправду Ну и дальнейшие Вопросы Связанные С распуском Верховного Совета 13-го Созыва И Роспуском Конституционного Суда Султан Назарбаев В 1994-м Году Назначает Выборы В марте Месяце Они состоялись И были избраны Новые депутаты Верховного Совета 13-го Созыва Но как оказалось Что эти депутаты Были еще более Зубастыми Чем депутаты 12-го Созыва Это не устраивало Никоим образом Султан Назарбаев Было использовано Заявление Кандидата В депутаты Татьяны Квитковской По округу Медеусскому Города Алматы И вот год спустя Вдруг по заданию Султана Назарбаева Конституционный суд Вытаскивает Это заявление Татьяны Квитковской И на основании Этого заявления Принимает Решение О нелегитимности Верховного Совета 13-го Созыва Но Султан Назарбаев По своим указам Или прекращает Действия Конституционного Суда Больше Защищать Конституцию Стало Неком Но Султан Назарбаев Идет Дальше Захватить Единаличную Власть Казахстане Он Изобретает Ассамблею Народов Казахстана И вопреки Конституции 1993-го Года Ассамблея Народов Казахстана Вдруг Выносит Предложение О проведении Референдума О продлении Полномочий Президента Насултана Назарбаева До 2000-го Года И Насултан Назарбаев Не советует Ни с народом Ни с кем Принимает Решение О проведении Референдума Его полномочия Продляет До 2000-го Года Далее Насултан Назарбаев Вытаскивает Новую Конституцию Буквально До месяца До проведения Референдума Принятию Конституции Новой Конституции Которую разработали По его заданию Конкретные люди И даже Включили Революционную Комиссию Одного Из Видных Деятелей Французской Республики Жака Атали Насултан Назарбаев 20-го Алгуста Проводит Референдум Принимает Новую Конституцию После утверждения Конституции Были проведены Выборы В парламент Уже Двухпалатный Парламент Сенат И Межрис Проходят Два раза Выборы Парламента И Два Референдума В республике Казахстан Насултан Назарбаев Объяснял Это Тем Что Новая Конституция 95-го Года Разработала Такую Систему Сдержек И противовесов Которая Бы Претращала Авторитарный Режим В республике Казахстан В книге Об этом Ни слова Не сказано Как я понимаю Но Султан Назарбаев Наоборот Разрушил Всю систему Сдержек Сдержек Противовесов Которая Была Отработана Депутатами 12-го Созыва Верховного Совета Республики Казахстан И Установил Практически Единоличную Власть Но Султан Назарбаев Совершил В 95-м Году Государственный Переворот По Принятию Конституции 95-го Года Режим В республике Казахстан Правление Установился Президентской Власти А до этого Была Парламентская Республика И парламент Был Главным Действующим Лицом Султан Назарбаев Добившись Того Что он Для себя Задумал Несколько Раз Вносил Предложение В Редакционную Комиссию По Разработке Конституции 93-го Года Что необходимо Установить Президентскую Власть Но тогда Его Члены Редакционной Комиссии Не поддержали А в 95-м Году Спустя Два Года Он Уже Добился Своего И конечно Начались Восхваления Когда Тони Блэр Стал Близки Нурсултану Назарбаеву Найт Кент Джонатан В 2009 Году Написал Книгу Назарбаеву Это была Хвалебная Биография Нурсултана Назарбаева Назарбаев И сотворение Казахстана От коммунизма До капитализма В своей книге Британский Политик Восхваляет Нурсултана Назарбаева Как лидера Отказавшегося От ядерного оружия И построившего Успешную экономику От ядерного оружия Отказался Не добровольно А принудительно И если бы Нурсултан Назарбаев Не принял Такое решение На основании Запрета Родостроения Ядерного оружия То государство Казахстан Прекратило бы Своё существование В самом зародыше Точно так же Как Ливию Раздербанили бы Казахстан И не оставили бы Места Мы видим Что эта успешная Экономика Трещит по швам Об этом Нурсултан Назарбаев В книге Тоже Они говорят О том Что его Хвалебная Лечь Писали Именно Британские Биографы Газета Гардиан Писала Что книга Прекрасно Оформленный Обман И даже Заслуживает Того Чтобы считаться Одной Из самых Лучших Агеографии В мире Агеография Это Богословная Дисциплина Изучающая Житие Святых Как В точку Попала Газета Гардиан Но Султан Назарбаев Возомнил себя Уже Казахстанским Богом Но Султан Назарбаев Говорит О своих Достижениях Как он Работал С Главами Государств Горбачевым Ельцином Он Скажется О том Что Противостояние Двух Ну Не совсем Умных Людей Горбачева И Ельцина Разрушили Такую Страну Как Советский Союз Среди Жителей Казахстана Бытует Мнение Что Михаил Сергеевич Горбачев Видел Но Султан Назарбаева Премьер Министра Союза Советских Социалистических Республик Я хочу Сказать Что Это Совершенно Не так Я Имел Несколько Встреч Лично С Михаилом Сергеевичем Горбачевым И я Задал ему Такой Вопрос Он Говорит Нет Это Не так Это Было Следующим Образом В один В один Из День Ельцин И Назарбаев Заходят Ко Мне И Ельцин С таким Напором Присущим Ельцину Говорит Михаил Сергеевич Вот Давайте Рассмотрите Подходящую Гандидатуру На должность Премьер Министра Советского Союза Вот Насултан Назарбаев Он Говорит Это Не я Предложил Я Предложил Ельцин А Насултан Назарбаев В своей Книге Говорит Очень Нелестно Борис Ельцин В данной Ситуации Опять Видим Что Насултан Назарбаев Кривит Душой Я Понимаю Что Эта Книга Написана Для Будущих Поколений Когда Уже Не будет Тех Людей Которые Заняли Всю Подноготную Султана Назарбаева Его Ложивую Натуру Его Двуличие Я бы Так Сказал А в целом Все Понимали Что Он Говорит Одно Делает Другое А думает Третье Вот Это И есть Насултан Назарбаев Но В книге Об этом Не сказано Потому Что Книга Рассчитана На Политическое Я бы Сказал Возрождение Насултана Назарбаева Мы Видим Что Насултан Назарбаев Неоднократно Говорит Что Да Были Срожности Трудности Были Ошибки Это Не ошибки Были Это Была Политика Насултана Назарбаева И на основании Вот этого Труда Который Конечно Объявят Через Какое-то Время Историческим Документом Который Подтверждает Высокую Моральную Ответственность Этого Человека Его Стремление Сделать Казахстан Богатейшей Страной Но На проверку Получается Совершенно Другое Ну Султан Назарбаев Предваряя Свою Политику В жизнь Откровенно Скажу Что Он Приводил Народ Казахстана В население Но Чем Отличается Народ Казахстана От населения Народ Казахстана Это Общество С людей Объединенные Какой-то Одной Единой Целью Задачей Которая Успешно Решает Эти Все Вопросы А Население Это Группа Лиц Разных Национальностей Просто Живущих В одном Месте Это Население А Население Которое Было Но Султан Назарбаев Превратил В рабов И только Элита В лице Членов Семьи Насултана Назарбаева Приближенных Людей Сегодня Имеет Полное Право И этим Самым Он Узаконил Верховенство Своего Клана В Республике Казахстан И превращение Народа Единственной Источником Власти По Конституции В население Вся власть Насултана Назарбаева А теперь Утокаем Вот эта схема Антинародная Политика Привела к чему Республику Казахстан И задача Этой книги Которая была написана Группой Специалистов Писателей Поэтому Дорогие Мои друзья Как видим Насултан Назарбаев И дальше Претворяет в жизни Свою Антинародную Политику И на будущую Перспективу Заложил уже Определенную Бомбу Мы должны Уметь Отделять Зерна От плевел Понимать С какой целью Была Написана Эта книга И что Она По сути Преследует Через Каких-то Может быть 20 лет Один из этих Молодых Людей Может Претендовать На власть В Казахстане Используя Эту книгу И доказывая Всему Мировому Сообществу Какой был Великолепный Президент Республики Казахстан Насултан Назарбаев Который Ограбил Народ Казахстана Привел К нищете Более Трех Миллионов Казахстанцев Определенную Группу Лиц Оставил Без Перспективы На дальнейшее Учение Жизненного Уровня Лето Я заканчиваю Дорогие Мои друзья До новых Встреч В эфире Не забывайте Ставить лайки Подписываться На мой канал До свидания